Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в музейно-выставочном центре Тульской древности. Меня зовут Юлия, и мы с вами сегодня будем делать вот такую лошадку. Таких лошадок делали по всей России, называли их по-разному. Лошадка, конь, солнечный конь. И все, что мы сегодня с вами будем делать, все это воспроизведено по мастер-классу Ирины Владимировны Агаевой. Ирина Владимировна одна из самых известных мастериц народной куклы. Она дольше всех и больше всех изучала куклы Тульского края. И я думаю, что я не лукавляю, могу сказать, что Ирина Владимировна внесла тот живой огонь в каждую мастерицу, которая занимается куклами не только Тулы, но и многих других городов, потому что она очень много ездила, очень много различных мастер-классов давала. И вот то, что мы сегодня с вами будем делать, все это делала Ирина Владимировна на своем мастер-классе. Ну а конь с конем в древности была связана почти вся жизнь крестьянина, особенно мужчины. Был бы он воином, был бы он крестьянином. Если он крестьянин, то он пахал на лошади, возил сено, то есть она практически полностью помогала ему в быту. Ну а воин он проводил практически всю жизнь на лошади, сражаясь и защищая свою родину. И поэтому в древности, с малолетства, детей, особенно мальчиков, приучали ухаживать за лошадью. В три года, например, существовало такой обычай посажения на коня, когда мальчика впервые сажали на лошади, он должен был удержаться и ехать на этой лошади. И сначала в сопровождении отца, а затем уже в более взрослом возрасте уже и сам. Вот Ирина Владимировна рассказывала, что в Тульской губернии был такой праздник, как «Еремей, запрягай коня». В этот день, это было где-то в конце мая, в этот день мальчик впервые в 12-13 лет запрягал лошадь самостоятельно в телегу. И в этой телеге он возил и взрослых, и детей, всех желающих по всей деревне. Конечно, повозка была очень красиво украшена, то есть это был своеобразный праздник, своеобразное такое посвящение в мужчину, то есть определенный этап в жизни мальчика. И мать этого мальчика пекла капустный пирог и угощала всех желающих. Ну а пока мальчик рос, пока вот он подрастал, пока еще он даже не достиг и трехлетнего возраста, отец сделал ему вот такую игрушку. Как я уже сказала, коня такого делали повсеместно, делали совершенно из разных материалов. На севере делали из дерева, у нас в Центральной России делали из ткани, делали из лыка. И вот я хотела вам показать вот такую лыковую лошадь, которую делала сама Ирина Владимировна Агаева. Ну а мы сегодня будем делать тканную. Для такого коня нам нужно 4 лоскутка ткани. 2 лоскутка побольше, ну примерно вот таких. Соответственно, если лоскуты будут длиннее, то конь будет выше. Если они шире, то ножки у коня будут тверже, можно даже и пошире взять лоскутки. И 2 вот таких лоскута, они могут быть даже поменьше. И вот мне больше нравится контрастного цвета для гривы и для хвоста. Начинаем мы с вами с того, что берем 2 лоскута для ног. Один мы откладываем в сторону, один берем в себе. И начинаем скручивать. Скручивать. Вот мне больше нравится, когда углы вовнутрь уходят, и их потом уже, края вовнутрь уходят, да, и их потом уже не видно. И вот скручивать мы с вами начинаем пожестче. Немножко вытягивая ткань нашу, подбираем сюда, чем толще материал, да, вот я еще советую материал взять для этой игрушки поплотнее, да, соответственно, ноги у нас будут крепче, и конь будет лучше стоять. Вот у нас получилась такая скруточка. Теперь нам нужно по краям завязать. Можно использовать красную нитку, можно использовать любую цветную нитку в том материала. Потому что Ирина Владимировна говорила, что эта игрушка все-таки игровая, да, вот эта кукла игровая, в нее играли. Теперь завязываем, формируем копытце с одной стороны. Вообще очень интересно тоже сейчас, как у нас будет зарождаться конь из двух таких скрученных полосочек ткани. И, конечно, когда занимаешься вот народной игрушкой, думаешь, насколько фантазия у мастеров, мастериц работала, насколько вообще можно было из обычных кускат камень свернуть, ну, практически любой, воплотить, скажем так, даже любой образ. Будь то он человеческий или даже животный образ. И формируем копытце, стараемся, чтобы вот это расстояние от края до нитки было приблизительно одинаково, чтобы у нас копытце и конь были красивые. Завязываем. Я напоминаю, что узлов лучше делать два, не меньше двух, иначе они развяжутся. Я, например, люблю делать три узла. И теперь нам нужно с вами сложить нашу скруточку пополам. И в месте сгиба отрезать ниточку по длине, приблизительно такую, и завязать ее вместе в том месте, где согнулся материал, в месте сгиба. Подтянуть. Завязать. А вот эти, пока не нужные нам кусочки, можно просто завязать, например, на бантик или одним узелком. И все. Вот у нас первая часть лошади нашей готова. Откладываем ее, берем второй лоскуток ткани. Точно так же заворачиваем углы края и скручиваем пожестче, чтобы поплотнее, чтобы скруточка у нас получилась плотной, чтобы конь у нас стоял на ногах твердо. И так же формируем с одной стороны и с другой стороны копытца. Когда мы с вами копытца делаем, нужно стараться не распустить ткань, чтобы она у нас такая же плотная и оставалась. Опять смотрим вот это расстояние от края до нитки приблизительно нашим первым ножкам, чтобы оно было одинаковым. Завязываем узелки. Вот я еще уже говорила, наверное, на мастер-классах советую, чтобы узелки наши не развязывались, когда мы их завязываем, сделать несколько мотков вокруг основы, а затем только завязать. Теперь что мы с вами делаем? Берем нашу первую скруточку и берем нашу вторую скруточку. Вторую скруточку складываем пополам. Лишние все ниточки отрезаем. И смотрите, как бы обхватываем второй скруткой, первую. И вот здесь завязываем потуже. Таким образом все к себе. Теперь берем ниточку и выделяем здесь голову. Отступаем, ну, где-то, может быть, сантиметра полтора-два. Эта часть будет у нас головой нашей лошины. Теперь нам нужно выровнять ножки, постараться. В принципе, игрушка кукла икровая, поэтому мы можем потом это сделать, но можно и сразу. Теперь нам нужно сделать хвост. Берем один из тех кусочков ткани, который у нас был, контрастного цвета. Складываем его. Вот я советую сложить так, чтобы уголки были вовнутрь, да, чтобы вокруг у нас полностью была лицевая сторона, чтобы нам потом не мучиться. И смотрите, нам нужно раскрыть вот здесь вот часть нашей шеи, куда она состоит скрутку пополам из двух частей. И засунуть вот эту ткань между шеей и между вот этими двумя, да, то есть вот через туловище оно должно проходить. Можно помочь себе ножницами. Вот смотрите, вот таким образом. То есть сверху я засовываю, между ножками она выходит. Мы выравниваем с вами, чтобы лицевая сторона была сверху и снизу, да, изнанка у нас внутри, и выравниваем части. Вот приблизительно одинаково должно быть. И берем ниточку и завязываем только вот эти два кусочка, да, вот желтые в данном случае, желтые ткани. То есть такой желтый у нас будет хвост. Теперь берем вот эту часть, где были ноги, да, и формируем туловище. Ну, приблизительно вот такое, да, чтобы ножки у нас были одинаковые приблизительно. Вот так где-то. И тоже заматываем. Вот начинает потихоньку вырисовываться наш конь, хотя еще не совсем понятно, что это конь, но тем не менее. Внизу нашего шапки завязываем. Теперь нам с вами нужно как бы отделить хвост от наших ножек. Поэтому мы берем вот эту желтую ткань, берем нитку. И вот теперь только желтую ткань отдельно наматываем. Можно даже сделать вот так немножко побольше, пошире вот эту обмоточку нашу, чтобы получился такой как бы стоячий хвост у нас, да, как будто распушила лошадь хвост. И завязываем. Теперь нам нужно укрепить наши задние ножки. Берем ниточку подлиннее. И начинаем выравнивать наши ноги. То есть мы их опускаем вниз и обматывать начинаем. Сначала одну ногу, да, просто берем, обматываем, несколько витков сделали. Потом через восьмерку выходим на другую ногу и выравниваем ее, обматываем. Подтягиваем немножко. Можно сделать несколько витков, вместе их соединить, да, несколькими витками. Потом опять восьмерочка между одной, вокруг одной, вокруг другой, вокруг одной, вокруг другой. Вот таким образом формируются ножки у нашей лошади, и она начинает стоять. Можно вот еще вокруг одной, потом еще вокруг другой, и завязываем. Так, задние ножки у нас сформируем. Так, чуть-чуть можно подтянуть и выправить их. Вот он практически стоит. Так, теперь мы возвращаемся к нашему бантику, который мы оставляли. Вот смотрите, здесь мы с вами немножко выправим головку лошади. Теперь нам надо вот так завязать между ножками. Одну ножку обматываем точно так же, как заднее, сначала одну ножку. Потом другой ниточкой другую ножку обматываю. Тоже, чтобы они были покрепче стояли. Потом можно одной ниткой обе ноги обмотать. Да, таким образом, вот она у нас получается и головка. Как будто бы уздечка ее сдерживает, да, нашу лошадку. И завязываем. Узелки, конечно, стараемся прятать. Все узелки завязываем или снизу, или внутри, как бы, нашей лошадки, чтобы их сверху не было видно. Теперь берем еще ниточку тоже подлиннее. Теперь нам нужно еще закрепить нашу лошадку. Точно так же мы проводим ее между ногами. И делаем крест с одной стороны, как бы, через одно плечо. Обматываем ножку. И с другой стороны. То есть вот у нас должны они перекреститься. И затем можно завязать еще, обмотать туловище немножко, чтобы оно покрепче было. И завязать. Теперь нам осталось сделать гриву. И распушить наши гривы и хвост. Завязали и отрезали. Чтобы нам сделать гриву, нам нужно вставить наш оставшийся лоскуток, в данном случае желтый, между частями нашей скрутки, верхней. Мы берем. Кстати говоря, нам сначала нужно собрать ее немножко. Найти серединку. И вот эту серединку. Завязать ниткой. И неправильно я вам сказала, нужно не между скрутками, а между уздечкой и между шеей. Вот здесь вставляем наш лоскуток ткани. Вот эта наша заметочка должна быть по центру. Даже для гривы вот этот кусочек великоватый немножко получился. И завязываем. Потушу, потуже. Вот у нас получился такой конь. Нам, но еще как бы непонятно, что это конь. Я бы даже отрезала немножко вот эти кусочки. Где-то вот так. И вот теперь самое интересное. Теперь нам нужно, последний этап нам нужно распушить. Что мы с вами делаем? Мы берем наши лоскутки и надрезаем. Раньше, конечно, когда мужчины и женщины многое очень делали своими руками. И пряли, и ткали, и пахали, и женщины полоскали, то они делали это без надреза. И начинаем надрывать. Каждый надрез надрываем. То же самое с другим лоскутком. Я не советую делать очень тонкие надрезы, потому что может ткань оторваться отдельно. Совсем, то есть оторваться кусочек. Где-то сантиметр, может быть, 7 миллиметров. И то же самое делаем с хвостом. Надрезаем. Опять же, не советую прорезать все это, вот эти все полосочки. Потому что тогда хвост получится очень уж гладкий такой. И не будет ощущения, что это действительно такой конский хвост. Но это, опять же, мой взгляд. Вот такой пышный хвост у нас получается у нашего поня. Вот, смотрите, такой конь у нас получился. Вот у него какой пышный хвост, пышная грива, уздечка. Не хватает только седока. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что мы встретимся с вами еще. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!